Приветствую вас. Давайте мы разберем ваш вопрос. Помогите с советом. Я тактичный человек и ругаться и твердо указать на место не могу. Вопрос будет в том, какой фразу можно моментально отшить на золу его коллегу, который пытается подкатить тупыми подкатами, парень у меня есть, или все-таки взять у себя руки в руки и как, обматеряя ему объяснить доходчиво. Ага, да, действительно, чувствуется здесь у вас много злости, много раздражения. Я полагаю, что вы вот в какой-то степени не совсем, не совсем, как это там сказать. Правильно вот истолковали то, что вы тактичны, потому что, ну, если бы выбили на самом деле тактично, то, на мой взгляд, вот подобных выражения, да, подобных высказываний бы у вас, вероятно, не было. Потому что, ну, там просто, когда, ну, как-то в голову просто не пришло, говорить, вот, ну, что-то такое, вот что-то подобное, да, про, ну, кого бы то ни было. Вот, я сейчас ни в коем случае вас не обвиняю, вот, я не говорю, что, ну, что должно быть иначе. Вот просто хочется сказать, что, судя по тому, что вы написали, вот, на мой взгляд, вот, как-то, знаете, ваша тактичность, вероятно, не является естественной, а является, вероятно, ну, знаете как, приобретенной, да, вот. То есть, вам, ну, вероятно, кажется, вам, вероятно, кажется, что, вот, так будет лучше, если вы будете, значит, ну, тактичны. Может быть, это и правда, но вам, вот, самой, самой, да, вам, ну, совсем нелегко от этого. Вот, я бы даже сказал, что вам от этого тяжело, вот, и, на мой взгляд, вот, первое, что нужно сделать, это все-таки учиться быть, ну, как бы, более, более, более естественно, да, учиться, вот. Потому что, если этого не сделать, то есть, если не стараться как-то вот в естественность уходить, да, то, на мой взгляд, злость ваша, раздражение ваше будет, как-то вот, копиться, да, будет накапливаться и, ну, ничего хорошего. Но из этого, как мне кажется, не получится, не будет, вот, потому что в то время вы будете, что называется, вот, чувствовать напряжение, вот. В то время вы, что называется, будете чувствовать, значит, раздражение и ваша тактичность, о которой вы говорите. Вот, на мой взгляд, просто-напросто будет превращаться в некую какую-то такую вымученную историю, вот, что, понятное дело, ничего за собой хорошего не несет. А какой самый оптимальный вариант, на мой взгляд, может быть для того, чтобы, ну, вот, чтобы, значит, отреагировать, то, что с вами происходит, да, это, обратите внимание, вот, в первую очередь, на свои чувства, вот. То есть, как вы реагируете на то, например, что к вам вот этот человек, да, о котором вы говорите, подкатывает. То есть, как вы на это реагируете, вот, прям, можно сказать, можно сказать, буквально, как вы на это реагируете. Вы воспринимаете это с раздражением. Вам это не нравится. Для вас, ну, вот, как-то неприемлемо, то, что человек делает, да, и то, что он себе, ну, позволяет и прочее, прочее, прочее. Вот. Если это так, если это так, если для вас это, вот, неприемлемо, то, что человек делает, то, на мой взгляд, самым правильным решением будет, в общем и целом, ему об этом сказать. То есть, сказать, что вот такие темы, да, такие вопросы для меня неприемлемы. Вот. То есть, например, ну, неприемлемо, допустим, говорить, там, к примеру, о личной жизни, да, например. А, значит, ну, на работе. То есть, вот, неприемлемо для вас это. А, вот этот момент, этот момент, момент, где для вас это неприемлемо, необходимо выделить, да, необходимо выявить. Вот. И, соответственно, выявить человека. А, что такое, ну, вот, в этом смысле, что такое мат? Да, вот, мат, это, в общем, да, вследствие от того, что человек себя как-то вот сдерживал, значит, ну, на протяжении какого-то времени довольно длительного. Вот, он себя сдерживал, он себя как-то вот подавлял, вот, и, значит, вот, у него в итоге вырывается вот в виде экспрессии, да, мат. Вот, ну, с точки зрения, по крайней мере, вот, психология это так работает. Поэтому, я не думаю, что подобная, так скажем, реакция, да, ваша, будет у вас принято, будет у вас принято, ну, хорошо. То есть, я думаю, что подобная наша реакция, как раз будет у вас принято с точностью до наоборот, с точностью до наоборот, вот. В лучшем случае мужчина, который к вам пристает, подумает, что он вам нравится, вот, раз вы так, ну, так реагируете на него, и раз вы, ну, так сильно отображаетесь, ну, вот. Человек, который, ну, скажем так, не совсем, да, значит, чувствует других людей, да, чувствует личные границы других людей. Человек, который нарушает личные границы других людей, он, значит, склонен воспринимать, как, как правило, вот, то, что ему, там, условно, дают от гора по гору, да, он склонен воспринимать это, как, значит, ну, плюсы к себе. Плюс к себе, вот. Поэтому вряд ли вы добьетесь, значит, каких-то значимых результатов, да, если будете вот примерно в таком, таком ключе действовать. Плюс, если вы, опять же, называете себя, значит, тактичным человеком, то, наверное, вы будете жалеть потом, да, о том, что так поступили, тем, что, о том, что, ну, вот, опустились до его уровня, да, до уровня, вот. Этого человека, вот, вы будете об этом жалеть, будете себя винить и будете чувствовать себя, вероятно, еще более грязно, нежели чем, когда он к вам, как-то, вот, проявляет, да, какие-то, значит, ну, какую-то активность, активность, вот. Вот, поэтому я вижу в этой ситуации, ситуация два основных момента, значит, первый, первый момент мне видится таким, что вам нужно увидеть, чем вас это вызывает. Вот. Вот. Даже три момента. Три, три момента. Первый, это то, чем вас эта ситуация вызывает, ну, вот, то есть, почему, почему вы называете его подкаты, ну, тупими, да, вот. вот почему вам это так неприятно и так далее, то есть, ну, понятно, что радоваться здесь нечему, и понятно, что вы не должны радоваться, но речь идет немножко не об этом, а о том, что вам именно неприятно, то есть, как будто бы вот этот человек, да, он, значит, вызывает у вас, ну вот, скажем, так, он вызывает у вас какую-то дополнительную реакцию, вот, как будто бы не связанную с тем, что происходит, вот, может быть, вы сталкивались ранее в своей жизни с тем, что люди с вами, ну, как-то вот не считались, да, возможно, вы сталкивались с тем, что люди нарушали, как-то вот ваши личные границы, вот, и вы сталкивались, ну, сталкивались с этим, и вам, вот, конечно, этот момент может быть, естественно, неприятно, то есть, это вот, ну, на мой взгляд, вполне нормальная такая реакция, вот, на эту ситуацию, вот, ну, нужно, как мне кажется, да, нужно, четко понимать, что вероятно, ваша реакция не связана, значит, с этим конкретным, конкретным человеком, вот, ваша реакция, вероятно, связана с чем-то другим, вот, и, значит, ну, как-то вот, убрав, убрав, вот, такой, скажем так, раздражающий фактор, из, ну, своего окружения, да, вот, проблему вы не решите, это первое. Второе, второе, что я думаю, это то, что вам нужно разобраться во своих чувствах, вот, что вы чувствуете, как вы чувствуете, вот, значит, чего вам хочется, да, и так далее, вот, я думаю, что этот момент тоже очень важный, потому что обслеживание и замечание своих чувств, да, вот, все неважно для того, чтобы как-то, ну, конструктивно, да, их выражать, свои переживания, вот, свои эмоции и так далее, вот. Это очень такой важный момент. И следующий момент, последний момент, это момент касающийся некой такой, вот, вашей, ну, скажем, естественности, в плане, в плане тактичности, потому что, на мой взгляд, вы, ну, вот, в какой-то степени можете просто, просто бояться, допустим, конфликта, вот, и, из-за этого избегать, из-за этого избегать, из-за этого избегать, значит, ну, каких-то противостояний, да, так, вследствие чего вы называете себя, ну, тактичным человеком, вот, хотя, на самом деле, если бы вы не боялись конфликтов, да, то, кто знает, может быть, вы были бы, были бы более активны и менее фактически, вот. И, соответственно, у людей, которых, которые вас окружают, да, было бы, ну, вот, скажем, скажем так, да, было бы более такое, полное представление, а то, кто, ну, кто перед ним, а так, люди думают, что вы, ну, значит, ну, что-то вроде тихони, да, например, а на самом деле, это не совсем так, люди относятся к нам, как, скажем, стихонь, а по факту вы, ну, по факту вы другая, по факту вы другая, и, естественно, ну, это вот вызывает, конечно, определенные, определенные диссонансы, вот, ну, в том числе, вот, у людей, да, и у вас тоже, потому что вы, ну, не удовлетворены, это абсолютно нормально, нормально, абсолютно история, вот, вот, так я это, по крайней мере, вижу сейчас, вот, и так мне, ну, кажется, вот, такие направления работы, да, я мог бы вам предложить, вот, ну, на мой взгляд, ставить, конкретную цель, очевать людей, не лучше, не лучшее решение, потому что правда, правда заключается в том, что у вас может не получиться отшить человека, вот, и что вам в таком случае делать? Ну, а если мы ставим в качестве цели выражения своих эмоций, да, на его отношения к тому, что происходит, вот, то у нас, вот, в таком случае появляется реальный шанс на то, чтобы быть несколько более свободными, в своем собственном, скажем, скажем так, победительным, да, вот, и вот, собственно, то, что я мог бы вам сказать сейчас, вот, поэтому, ну, вот, какие-то основные моменты для психотерапии, я надеюсь, у меня получилось озвучить, вот, надеюсь, что вам это было интересно, полезно, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что это позволит вам начать с собой работу, всего самого доброго!